Всем привет! С вами Аня, ведущая рубрики «Всё! Маникюр из Дипри!» Сегодня мы разберем тему, как снять шелак с ногтей в домашних условиях. Для снятия гирилака с ногтей я подготовила кусочки ватного диска и фольгу, одинаково нарезанную. Также мне понадобится жидкость для снятия гирилака, которую я купила в специальном магазине. Всё для маникюра. Сперва мы обработаем руки дезинфицирующим средством. Для того, чтобы снять гирилак, мы должны его сначала сверху немного запилить. Для этого я использую пилку 180 на 240 грив. Мы это делаем для того, чтобы гирилак легче было снять с ногтей. Следующий этап. Используем жидкость для снятия гирилака и фольгу. Можно брать обычный ватный диск и разрывать в одной кусочке. Я беру кусочек ватного диска, смачиваю его жидкостью для снятия гирилака, накладываю его на ноготь и заворачиваю его фольгой. Я обернула все пальцы в фольгу. И нам нужно минут 10, чтобы гирилак растворился. Попробуем снимать гирилак по истечению 10 минут. Если вдруг у вас не снимается гирилак, не нужно его сдирать вместе с ногтевой пластиной. Лучше допилить пилкой, либо обратно завернуть в фольгу. И еще выждать некоторое время. Чем больше пигмента в гирилаке, тем хуже он снимается. И тем больше нужно времени, чтобы его размягчить. Поэтому для разных гирилаков будет время выдержки в фольге разное. Сильно на ноготь нажимать не нужно. Здесь делаем все плавно и аккуратно. В разных направлениях, двигаясь лопаткой. После того, как мы снимем гирилак, нужно остатки, которые остались на ногтевой пластине, снять пилкой. Следует обращать внимание на абразивные спилки. Я советую 180 на 240. Это самый оптимальный вариант, чтобы не повредить ногти. Также будьте аккуратны, потому что кутикула сухая и вы можете ее повредить. Старайтесь не заходить на кожу, а делать эти движения только по ногтевой пластине. Одна рука готова, осталось только ее забафить, чтобы ноготь стал гладким. А мы берем баф 100 на 180 и немного вот проходим по ногтю. Также мы обработали вторую руку. На этом процедура снятия гирилака завершена. Теперь наши ручки готовы к дальнейшему покрытию, либо, если вы хотите отдохнуть, то к питанию ногтей. Если у вас возникли вопросы, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Я надеюсь, вам была полезна моя пошаговая инструкция для снятия гирилака. До встречи в новых выпусках!